слава иисусу христу слава навеки богу святому друзья приветствую всех вас и благоставляю именем господним именем иисуса христа из города киева с парка киота вот сзади меня вы видите уже сакура некоторые уже начинают деревца зацветать да это парк киота посвященный культурной столице японии древние столицы японского народа японии города киота потому что киев и киота города побратимы вот так вот поэтому если вы в киеве то вам даже не надо в японию лететь чтобы чуть-чуть прикоснуться как раз вот этой земле удивительной японской чуть-чуть культуре чуть-чуть вот к этим садам камней до сакура до прижилась и сакура слава богу скоро буквально вот на днях здесь должно быть очень красиво зрелище будет очень красиво я постараюсь снять это все на видео пофотографировать это удивительно конечно уже кое-где начались вот эти цветения некоторые деревца начали зацветать вот природа оживает это прекрасно я представляю какое зрелище красивейшие там у фудзи там в киото там японии благоставляю японию японский народ благоставляю острова японские большие и малые окайдо и все прочие малые острова благоставляю вот и в стране восходящего солнца посияет свет евангелия уже сияет кстати вот буквально вчера прочитал информацию забыл только имя этого интересного человека который стал в японии один из одним из пресс-фитеров пастырей проповедников да пастор в комната небольшом городке бывший бандит якудза вот покаявшийся ставший евангелистом ставший благовестником и теперь пресс-фитером ставший ставшим пастором церкви здорово слава богу у нас свои якудза тоже есть покаявшиеся бывшие бандиты сутенеры проститутки мафиозники ставшие евангелистами благовестниками слава богу господь из волков делает ягнят рождение свыше происходит чудесное перерождение человеческое удивительная тайна вот и сегодня в таком уже в ожидании преддверии как раз празднест вот сегодня пятница у нас 12 апреля девятнадцатый год в гражданском исчислении в библейском исчислении сегодня седьмое число у нас ниссана или же а в вода библии еще есть другое наименование а вив или просто первый месяц называется так вот до месяц nissan но чаще всего на слуху у нас изучающих слово божье изучающую библию название nissan nissan ну наверное еще и потому что есть такие хорошие японские автомобили да как раз в парке киото об этом только надо вспоминать конечно да ну ничего благоставляем молодцы японцы молодцы очень хорошие автомобили тойоты все но ниссан это конечно шедевр ниссан это действительно шедевр автопрома мирового один из лучших автомобилей ну одна из лучших марок вообще автомобильных на планете удивительно молодцы японцы бог благоставил их талантами удивительными и дал им возможность реализовывать эти таланты вот и сейчас я без лошадный пока нет у меня автомобиля но если будет мне нравится название nissan молюсь об этом потом пасхальный автомобиль такой пасха у японцев тоже это что-то хорошее означает конечно же да безусловно вот такие модели у них свое название у них свое значение этого слова но для нас вот для библейских верующих евреев неевреев для нас nissan это не просто хороших автомобилей это в первую очередь даже это месяц нашей свободы месяц нашего освобождения месяц исхода и месяц исхода божьего народа да вот мы отмечаем до 3330 первую годовщину со дня нашего выхода из рабства кстати да в этом году вот и сегодня пятница говорит уже да и сегодня такая предпасхальная суббота начинается я сейчас здесь купил кое-что как раз насчет к шаббату покажу уже на трансляции вот это такие хлебники азиатские фатер называется фатер вот и они как указание на отца отцовский хлеб отца замечательно название и вкус как говорится спецфизский вот очень люблю я фатер вообще вот азиатские лепешки вот кавказский хлеб очень люблю вот и иногда шаббаты да делаю такими да с такими хлебами кавказскими азиатскими хлебами вот сейчас я выбрал здесь у татар салам алейкум алейкум ассалям все рахмат я их поблагодарил вот специально по заказу по спецзаказу моему испекли они мне эти хлебы вот потому что так они редко их пекут фатеры но вот на заказ испекают слава богу аллилуйя спасибо тебе господь спасибо спасибо и вот эта суббота сегодня вечером который начинается вот эта суббота предпасхальная она называется в традиции еврейской древней называется шаббат агадоль шаббат агадоль буквально суббота агадоль великая великая извиняюсь да потому что в православной традиции тоже есть такое великая суббота называется перед пасхи да но это непосредственно перед перед воскресеньем да а в еврейской традиции шаббат агадоль это суббота которая перед празднование пасхи пасхи бывает за неделю как вот в этот раз допустим за неделю до пасхи как раз вот потому что уже до следующей субботы же полнолуние у нас месяца nissan месяц нашей свободы в полнолуние мы вышли из рабства и вот поэтому 14 15 ниссана для нас это особые дни календаря вот для нас это праздник свободы праздник освобождения праздник исхода аллилуйя спасибо тебе господь в этом году 14 15 ниссана выпадают на 19 и 20 соответственно апреля девятнадцатого года вот и 13 вечера мы уже проведем первое служение посвящено пасхи как раз вот 14 с утра и вечером вот это все под пасхами на служение вот и затем получается уже 20 до 19 до 18 вечером 19 в течение дня утром и вечером и 20 числа мы апреля утром служение как раз пасхальных проведем и всю неделю будут у нас всю пасхальную неделю неделю опресночную так вот она библия называется неделя опресников я сегодня уже с этим отцы закупил немного надо будет еще в синагоге закупить мацой закупиться вот так что но уже пока минимум у меня мацзы уже есть уже вот здесь вот супермаркете купил ну и надо синагогальные купить мацзы обязательно вот и очень люблю иерусалимскую мацзы покупать я благодарю бога всемогущего за этот день эту пятницу приготовление к великой субботе великую субботу она великой именуется потому что кстати она даже не великое а буквально великий годоль а годоль это буквально великий это мужского рода слова это не женского суббота женского да получается буквально если переводить с еврейского то получается как-то немного несуразно на первый взгляд вот суббота великий буквально великий суббота великий вот и поэтому буквально перевод порой он так вот смешной как бы или непонятный но дело в том что не буквально переводе если в таком расширенном переводе делать это слово то можно сказать так что это суббота великого бога великого в своих великих чудесах можно так сделать такой расширенный смысловый перевод вообще вспоминаем в эти дни о казнях египетских да и на самом пасхальном центре мы говорим о казнях которыми бог вывел нас фараон не сдавался до последнего не сдавался упрямился ожесточал свое сердце фараон и но звучал божий призыв это звучало тогда 3331 год тому назад по дворце фараона это звучало но он упирался врагами будем так говорить не хотел отпускать народ божий и упрямился свершались страшные чудеса страшные знамения казни египетские мы называем да и последний казнь она самая зловещая конечно самая ужасная страшных конечно праздник пасхи с одной стороны это радость великая с другой стороны это праздник со слезами на глазах действительно потому что праздник свободы но из книги исход из библии мы знаем что свобода вот так вот на блюдечке с каемочкой не подается за свободу платят всегда люди кровью слезами потом свобода это великий дар с одной стороны божий да но с другой стороны за свободу можно сражаться за свободу сражаются люди вот и противостояние было не шуточное оно описано в библии и спустя даже тысячелетия все это пролистывая прокручивая в памяти сняли фильмы мультфильмы много об этом проповедей но учение книг написано море просто книг написано об этом но если мы прокручиваем это все снова как бы для себя как как верующие люди то мы понимаем что это было очень серьезно противостояние и что и сегодня сейчас противостояние несут не шуточная противостояние серьезнейшая сегодня фараон тоже не хочет отпускать народ божий фараон тогдашний фараон это прообраз дьявола прообраз сатаны противника божьего противника человеческого человека ненавистника человека убийцы от начала того кого библия называют отцом лжи вот и дамы и господа братья и сестры Сегодня Бог совершает свои чудеса, выводя свой народ из рабства. Оковы рушатся. Удивительно. В Новом Завете говорится, что наша Пасха – это сам Иисус Христос. И Шуа Машиа. Он является нашей Пасхой. Он, действительно, он и только он. Первые пушники это очень хорошо понимали и донесли эту веру до нас. И мы эту веру апостольскую, христианскую исповедуем. И сейчас, в наш век, когда уже космические корабли, говорится, бороздят просторы Вселенной. Кстати, сегодня при лунении, к сожалению, не получилось хорошего. Израильский спутник, ну, ракета была послана туда, на Луну, луноход. Но, к сожалению, наш первый еврейский луноход разбился в Дребезге. Ну, так, по крайней мере, официально сообщают при попытке прилунения. Да, в День космонавтики, кстати, интересно. Вот, но молюсь, чтобы уже следующие уже были попытки, уже другие, ну, успешные уже были попытки. Не просто попытки, а чтобы Израиль успешно осваивал космос и Луну, в частности. Слава Богу. Вот, и, друзья, дамы и господа, благоставляю всех вас во имя Господне. Сейчас, ну, уже пора, скоро уже, уже скоро вечер, уже, да, время уже идет, время идет уже почти полчетвертого, слушайте. Да, благоставляю всех вас в 18.00 в 6 часов вечера всех приглашаю на прямую трансляцию, на прямой эфир с встречи Шабата Великого, Великой Субботы. Шабата Великой Субботы. Не забывайте, подключайтесь по утрам, пока я в Киеве, я провожу прямые трансляции также на канале Ютуба. Все, давайте, с Богом.